Добрый день! Сегодня я хочу снова поговорить о политике, потому что уж очень много событий в мае произошло буквально на минувшей неделе. И сегодня у меня, как обычно, мои наши лучшие эксперты, которые хорошо разбираются и в юридических, и в политологических аспектах этой политики. Сегодня у меня в гостях наши эксперты Алексей Крёцкин, выдающийся юрист, бывший прокурор, который стал адвокатом, правозащитником. И бывший вице-губернатор администрации Приморского края в бытность там Сергея Михайловича Дарькина, Алексей Шемелев. Вот такие люди, и я бы хотел, конечно, для начала планировал, думаю, сейчас мы начнем рассказывать и обсуждать, как проходил последний суд в Москве, на котором еще раз продлили срок содержания под стражей Андрею Лушникову и Игорю Пушкареву. Но нет, вчера был тоже очень интересный день, потому что вчера в Владивостоке проходили праймерис, ведущие политические силы страны, партия Единой России. Если я говорю ведущие политические силы страны, здесь нет никакой иронии, потому что я искренне считаю, что если в стране нет крупной, весомой, стабильной партии, как бы к ней кто-то не относился, чем бы ее не называл, то мы, конечно, были бы разболтаны. И вот вчера партия провела очередную репетицию будущих выборов, которые будут в сентябре. Это будут выборы в городские представительные органы власти, то есть в городские думы. А вчера партия отбирала, кому же стать кандидатами на этих выборах. Ну вот, начнем мы с этого, да, и я надеюсь, что мы послушаем людей, которые реально наблюдали за этим процессом. Давайте наденем наушники и послушаем. Вера, доброе утро. Доброе утро, Андрей Владимирович. Да, у нас в гостях Валерия Федоренко, которая в качестве журналиста, очень важного СМИ, присутствовала на этой процедуре. Рассказывайте, что вы видели интересного. Во-первых, первый участок, на который мы поехали, на 14-м округе, Океанский проспект 102-Б, колледж технологии и сервиса дизайна. Этот участок был одним из двух на 14-м округе, второй был на Хабаровской 24-Б в школе. С участка на Хабаровской шло просто множество людей в участок на Океанском проспекте. На Океанском проспекте первое, что мы увидели, очереди из молодых людей, очень похожих на студентов, но потом на заседании организационного комитета праймерис было решено, что студенческих билетов-то мы их не видели, да? Да, да, молодые люди. Поэтому не можно говорить, что это студенты, но они... Обидно же по людям, студенты они или не студенты, ну правда. Хорошие, приличные, молодые ребята. Лера, ну и хорошо, ну и отлично, молодые ребята, возможно, студенты ходили с участок на участок. В чем нарушение-то? Нарушение в том, что неоднократно было зафиксировано на фотографиях, как они стоят с паспортами, с забилетенями, сначала на одном участке в очереди, потом на другом участке в очереди. А, это то, что раньше называлось словом «карусель». Что вы, что вы, нельзя же говорить про карусель. Я предполагаю. Как бы исключительно предполагать можно. Мы предполагаем. То есть одни и те же люди голосовали сначала на одном участке за одного возможного кандидата, и потом, возможно, на другом участке эти же люди за другого. Я правильно вас понимаю? Возможно, возможно. Возможно. Очень возможно. Ну вот я сейчас скажу, да, они так и делали. Да, это будет... Ну это мы не докажем. Хорошо, это предположение. Мы не докажем. Одну из девушек действительно засняли, как она выходит из кабинки там, и выходит из кабинки там, с бюллетенем. Кидает бюллетень в урну. Ну классно вообще очень. Я лично, у меня есть видеозаписи, сделанные мной лично, не постановка, как сказал один уважаемый тележурналист. Ну или не очень уважаемый, неважно. В общем, я лично делала видеозаписи, где спрашивала детей, вот этих вот молодых людей. Ну что, ребята, на Хабаровской уже проголосовали? Не проголосовали. Все нормально? Да, все нормально. И пошли в участок на Океанской и голосовали. Прекрасно. Ну а я потом наблюдаю, как они бюллетени в урны на Океанском проспекте. Понятно. Ну нормально. Илья, спасибо большое. То есть вы сошли за свою, за своего, втерность в доверие, и тоже могли бы проголосовать. Спасибо, что рассказали. У нас есть еще один звонок. Есть звонок, да? А теперь уже непосредственно участник этого процесса Павел Панченко. Павел, рассказывайте, как было у вас? Надеюсь, вы выиграли? Здравствуйте. Нет, к сожалению, не выиграл. Я занял шестое, кажется, место. Из восьми? Из одиннадцати. А, ну ничего. Это же первый раз. Вот. Да. Да. Дело в том, что я первый раз участвовал и довольно поздно принял решение уже там в последний день подачи документов. 27 апреля. То есть у меня месяц оставался буквально на агитацию. Подождите, это же вы были с огромной рыбой в руках, как мастер спорта по ловле карпов? Ну, пока еще не мастер спорта. Первый разряд? Первый разряд пока имею, да. Но это уже достаточно близкое звание для меня. Так, и теперь пошли в политику. Так. Я принял это решение. Лакомкино и Кирилюк. Это вот те два человека неких, которые заняли первое место, которые там получили по 400 с лишним голосов. Павел, я уточню. Я знаю, вы-то местный, то есть свой для этого района, а вот те господа, которые победили, они свои либо пришли? Или тоже там живут? Нет, это не с нашего района люди. Я не знаю, откуда они. То есть вы проиграли людям, которые пришли побеждать на вашем участке. И как же это произошло, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, это было очевидно. Потому что в 8.30, там 8 часов, когда открылся участок, там пошли первые мамы, тети моих друзей, которые собирались на дачу ехать. Я встречал, узнавал, мы здоровались, общались, они быстро голосовали. В это же время начали подъезжать буквально автобусы с молодыми людьми. Многие из них даже, ну, видно было, что из каких-то там республик, типа Бурятии, Тувы, там, знаете, ну, совершенно иногородние люди. И совершенно не похожие на жителей моего округа. Потому что там многие, очень многих я там знаю, я там прожил всю жизнь. Так, интересно. Вот, они начали заходить голосовать, и у меня, собственно, возникло подозрение, что же происходит-то. Вот, я начал там краем глаза, там, пытаться посмотреть, где там, ну, пишут их адреса в документации комиссии. Естественно, комиссия меня начала отгонять от столов, чтобы я там близко не приближался и ничего этого не видел. Вот, соответственно, я начал уже писать какие-то жалобы. Так. Вот, о том, что комиссия там не препятствует и так далее. Потом в WhatsApp-группе с моими наблюдателями, которых я выставил на один и на второй участок, для голосования у меня их два было на округе, мы начали обсуждать. Один из них скинул фотку товарища там в кепке такой. Он очень хорошо узнаваемый, характерная такая, знаете, там, бурятская, литувинская внешность в кепке. Он спрашивает, слушайте, а вот этот парень, по-моему, уже был вот на моем участке, кто-то скинул там, да, и говорит, а вот этот же был на Хабаровской. Мы раз посмотрели, да, действительно, он и там посвятился, и там посвятился. Тут он стоит в очереди за бюллетенем там, или он идет уже, по-моему, с бюллетенем от стола к кабинке для голосования в другом. На другой фотографии он от кабинки для голосования идет к урне уже. Ну и все, сразу все стало понятно. Мы начали ездить за этими автобусами. Ну, вся, в принципе, эта история в публичном доступе, на моей странице Facebook, на VL.ru, везде это видно, все эти факты. Павел, скажите, пожалуйста, вы официально жалобу подали руководству партии, которая рассматривала вот это все, ход выборов? О, с жалобами это вообще целая история. Официально я подал 12 жалоб, и даже меня там пригласили немножко для участия в их рассмотрении. Ну, хорошо. Ключевую фразу, которую сказал секретарь партии, да, который председательствовал на заседании этого комитета, он сказал, что факты, которые вы излагаете в жалобах, недоказуемы. Вот это была ключевая фраза. Понятно. Понятно. Павел, спасибо, что вы нам все рассказали. Сейчас мы начнем это все комментировать. Ну, честно говоря, мне это неприятно было слышать. Год назад мне казалось, что праймерис, которые тогда отбирали людей на уровень Государственной Думы и Краевого парламента, проходили интереснее, даже, кажется, честнее. А сейчас я вижу, ну, те же обычные механизмы, которые всегда применяют люди. Нужно набрать сколько-то голосов. Проще всего их взять и привезти. Алексей, с точки зрения юридической, как мог один и тот же человек голосовать на разных участках, если он должен показать паспорт? Вы знаете, здесь очень интересная история. Это же недоказуемо, что называется. Мне, как юристу, сложно комментировать, поскольку ни одним правовым актом, имеющим силу, ну, вот, закона, да, или приближенно к нему, эта процедура не регламентирована. Мы можем лишь опираться на документы самой партии. Но даже эти документы повсеместно нарушаются. То есть это не нарушение закона, но, мне кажется, если группа людей задекларировала некие правила игры, безусловно, она должна, в первую очередь, им же и следовать. Ну, безусловно, двойное голосование запрещено. Но ведь документы есть, то есть я же приходил с каким-то документом. Ну, смотрите, тут в чем тонкость. Технически, как организовано, есть некая программа, которую никто не видел. Программа, где... В которую вбиваются данные паспорта, которая должна препятствовать повторному голосованию. Сейчас, я снова уточню. Это все-таки репетиция, да? Это нереальные выборы, которые хорошо прописаны в законе. Нет, ну, я бы так не говорил. Не то, чтобы репетиция. Это, по сути, уже полноценная агитационная кампания. И голосовать имеет только тот, кто живет на данном участке. Я правильно понимаю? Да, по правилам праймера. То есть человек, который живет в другом месте, прописан, или имеет регистрацию по другому месте, ему сразу должны сказать, извините, дорогой человек, езжайте на свой участок. Безусловно, Андрей, ну вы же слышали, наблюдатели не допускают. Я не могу понять. Нет, вот есть я, член комиссии, который кем-то в чем-то заинтересован. Кто меня наругает, если я вдруг не замечу, что человек не с этого округа? Наблюдатели отогнали. Но это же можно проверить потом. Здесь ситуация очень простая. В случае с выборами есть достаточно суровая и, как показывает практика последних лет, порой действительно неотвратимая юридическая ответственность за все кишалости с выборами, бюллетенями и прочими вещами. Вот недавно дело возбуждено было по прошлым выборам по сентябрю. В случае с праймерис это вопрос скорее политической культуры и взаимной ответственности. Что получилось в Владивостоке? Тут получилось, на самом деле, все же имеют свои причины. Не просто там автобусы поехали. Они не просто поехали. Они не просто поехали. Кто-то их нанял, кто-то оплатил. Все понятно, все вчера читали ВЛ, этот прекрасный репортаж. Вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что не во всех же округах такая история была. Да, много, но не во всех. Есть маленькая тонкость. Это интересно. Она состоит в том, что если, например, в округе есть устоявшийся кандидат, который на пятом сроке уже известен, более-менее независимый, его ни к Николаевским не пришьешь, ни к Пушкаревским, ни к Миклушевским. Он идет себе, идет. Он этот праймерис выиграет, как тьфу. Что там, грубо говоря? Люди набирали по 500-700 голосов, вполне честно, и никакого шума не было, никаких скандалов. Война победила с большим разрывом. Да, несколько вполне приличных человек победила. А есть, ввиду того, что сначала Пушкаревские заявили о том, что нет, нам эта городская дума не нужна, не ждите нас здесь толпой. Какие-то люди, может быть, пойдут по одному, но это не явление. Потом высадились в праймерис Николаевских, там 17 человек снялись. Сейчас я хочу это проточнить. Сейчас, давайте, чтобы публика не запуталась. Нарушения бывают, наверное, всегда. И когда суд рассматривает, он говорит, что? А насколько эти нарушения повлияли на объективность процесса? Это важный фактор, существенность нарушений. Могли ли повлиять, или не могли. На результат. Это первая часть. Давайте, допустим, что те незначительные, или те заметные нарушения, о которых говорил и Павел, и Валерий Федоренко, они были несущественны. А теперь меня интересует... Я говорю, допустим, мы же не можем доказать, да? А теперь меня интересует, что произошло с кандидатами от блока Владимира Николаева. Мы не так давно обсуждали, что Миклушевский сказал, что нет, нам не по пути с людьми, которые из криминала. И вдруг мы видим, что накануне этих праймерис люди этого блока массово отказались от участия. Что-то я в такое не верю, чтобы люди, которые готовились, вдруг сказали, спасибо, я не буду. Они, конечно, потом могут пойти и без Единой России. Асан Юрьевич, что там произошло, если вы в курсе? На самом деле мы помним, что в прошлом году при поддержке губернатора, сестра Владимира Николаева, пулей залетела в Госдуму, успешно избралась. Уже тогда были вопросы, хотя к Виктории Викторовне самой-то вопросов особо и не было никогда, чисто как к брату, да? Но бог с ним. Прошло некоторое время, началась городская дума праймерис, и сторонники, как они говорят, пятого мэра, толпой пошли на этот праймерис. Ну, вы меня убейте, но когда один человек выдвигает 25 своих сторонников на такое явление, как праймерис, наверное, где-то с кем-то он это обсуждает. Конечно, конечно. Потому что это же вложение. И регистрируют. Их отбегают. А как блог регистрируется, да, юридически? Кому-то там даже отказали. Нет, не как блог, но тем не менее. Понимает, кто, с кого идет. Суть не в этом. Сначала все было нормально, все пошли, а потом вдруг откуда-то, возможно, из Москвы пришел окрик. Вот что-то вы тут разгулялись с пятым мэром Владивостока. И в последний день, когда вот завтра нужно идти голосовать, эти люди написали заявление, потому что им сказали, ребята, напишите заявление. Я могу только предполагать. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Алексей, вы так тяжело взрослые. Я думаю, это, на самом деле, некая игра. И этих всех людей мы увидим все равно на выборах в Думу Владивостока. Никто им не запрещает. Вложить такие огромные деньги и потом сказать, ой, извините, я передумал, ну, я в это не могу поверить. Они, безусловно, пойдут. Смена вектора, ну, на мой взгляд, вот насколько я владею ситуацией, все-таки связана с тем, что определенные были замечания губернатору высказаны в Кремле, с тем, что не стоит заигрывать вот с людьми, имеющими клички, да, как было озвучено. И он сразу же вынужден был публично продемонстрировать, что он действительно внял указание. — Переобулся, говорят русские люди. — Да, он произнес, что все, вот мы теперь врозь. Но, тем не менее, конкретных действий не последовало. Потом намекнули, что друг, сказать мало. Надо еще и подтвердить какими-то реальными делами. И произошло вот то, что произошло. — Понятно. — Закончу мысль. — Пожалуйста. — И в итоге во многих округах многие же действующие депутаты тоже не пошли. Вот. И не осталось новых известных кандидатов. Да, вот такие молодые, там, самостоятельные, там, как Панченко, побежали, там, что-то агитировали. Но в партии появились персонажи, которых партия захотела, да, условно, чтобы они победили. И в итоге люди рассказывают, что на подсчете, они прям вот победители вот эти, которых возили якобы, да, они прям на подсчете, прям один бюллетень, два голоса, один бюллетень, два голоса. — Идут, 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 3,5, 3,5, как на одном из видео. — Да. — То есть, грубо говоря, нужно было что-то делать, каким-то образом, если ты на округе неизвестен, как тебе обеспечить победу? — Только организационно. — Берутся автобусы, берутся студенты, а студенты еще и не прописаны в округе, временная регистрация. И люди этим тоже, вот Панченко об этом не сказал, и люди сразу начали задавать вопросы. Подождите, они же не имеют права голосовать. А как проверить? Процедура законом не урегулирована, комиссия все ладошкой прикрывает. Вот и все, доверие, открытость вся. — Честно говоря, мне бы очень не хотелось думать, что на уровне руководства нашей партии, на уровне оригинального руководства было принято решение вот такой поддержки организационной новичков в политике. Мне казалось, что все-таки сейчас люди, которые владеют Единой Россией в Владивостоке и в Приморском крае, они бы больше доверяли избирателям, возможно. Я думаю, что вот мне кажется, что это вот инициатива тех людей, которые выдвигали вот именно конкретных людей. Им тяжело помочь, а давайте мы им поможем обычным, проверенным путем. Мы пригласим людей, возможно, им заплатим, зато их подвезем к участию. — Ну, опять-таки, позиция партии — копаться в этом или там закрывать глаза на всякий случай, вы ничего не докажете. — Да. И ведь мы не зря говорим о выборах, потому что выборы всегда тесно связаны с коррупцией. Именно это показывает сейчас очень хорошо тот процесс, который идет в Южно-Сахаринске над бывшим губернатором Сахаринской области господином Хорошавин. Потому что один из эпизодов, когда Свети рассказывает, что деньги, которые Хорошавин разбрасывал направо и налево, в том числе девушкам... — Да, там уже есть показания в благодарность за их интимные услуги, эти деньги были на самом деле собраны для того, чтобы определенный круг людей пошел на выбор. Знаете, какой взнос вступительный. Хочешь пойти в областной орган власти, а внести определенную сумму. Вот в этом есть тонкость. И поэтому давайте сейчас перейдем к тем событиям в Москве, где суд опять оставил под стражей двух владивостокцев. — Это было 25 мая. — Да, 25 мая суд рассмотрел ходатайство следствия и в очередной раз продлил срок содержания под стражей. — До 1 сентября. — Действующая мэра Владивостока Игоря Пушкарева, да, до 1 сентября. — Уже не басманная, уже Мосгорсуд, не басманная же. — И брату Пушкарева, содержание под домашним арестом. — Чуть на меньший срок, потому что позже было избрано меропрещение, там несинхронно у них идут сроки. — Что интересно было в этот раз? — Ну, в общем-то, что было интересно. Интересно было, что следствие, в принципе, уже и не скрывает факт политической мотивации в этом деле. — Да бросьте, Алексей, если всегда скрывают такие факты, что вы увидели в этом? — Не знаю, может быть, следили ночью, уставший писал ходатайство. — Что он написал? — И там вот проболтался, сказав, что, а вы знаете, мы почему Игоря Сергеевича хотим под стражей содержать? — Потому что он раскачивает политическую обстановку, может дискредитировать органы власти. Хотя, как их дискредитировать, ну, тут понятно. — Подождите, это же был первый раз, когда его заключали под стражей. Это была мотивация до первого срока. — А вы знаете, ничего не меняется. Вот в этом и парадокс. — То же осталось, да? — Верховный суд неоднократно ориентирует, что при продлении стражи нельзя ссылаться на те же основания, которые учились при избрании первоначально. Прошел год, что поменялось. Тем не менее, следователь слово в слово переписывает все то же, что уже было. А понимаете, нет мотивации у следователя что-то выдумать. Зачем, если и так пройдет? Зачем? Если суды критически не оценивают те ходатайства, которые следователи представляют, те доказательства. Можно, вот я написал, да, можно чистый лист следователю послать в суд, подписать там, что это ходатайство продления, и суд удовлетворит басманное правосудие в действии. У меня нет никаких сомнений. — Алексей, вот честно говоря, когда люди на улице говорят басманный суд, и под словом басманный суд именуют суд неправедный и несправедливый, это одно. — Да, это уже нарицательный имя, это факт. А когда вы, человек, прошедший школу юриспруденции в приличном университете, поработаешь в государственных органах, правоохранительных, хребнувший всякого, от вас таких слов я не ждал. — Андрей, ну, вы знаете, страна сильно поменялась за 5 лет, за 7 лет, за 3 года. — Ну, в лучшую сторону. — И раньше я, наверное, бы так не сказал. Вы знаете, в целом мы стали жить лучше, но не все, я вам так отвечу. — Когда прокурор стал адвокатом, он понял, что правосудие на стороне прокурора, а не адвоката. Хорошо. Асан Юрьевич, что вы скажете? Как, что там было важного на этот раз в Москве в басманном суде? — Вот знаете, что запомнилось на этот раз? Читал в Фейсбуке чей-то пост на эту тему, и вот кто-то не поленился и собрал фотографии известных заключенных, которые по таким вот экономическо-политическим статьям у нас сидят, коррупционным, некоррупционным. Там Хорошавин, по-моему, полковник Захарченко, Улюкаев и вот Игорь Сергеевич нашел. И что интересно, вот первые трое сидят, у них такие, знаете, хмурые, обреченные лица. — Невеселые. — Усталые, невеселые, они в суде там или где-то. И такие, знаете, ну, сразу видно, что что-то не свезло человеку, и вот он страдает, а сделать ничего не может. А Пушкарев стоит в камере, улыбается, и как будто бы смотрит в глаза тем, кто, в общем, все это инициировал, и говорит, а мне все равно. Я буду своим жителям доказывать, что я не виноват, о чем он и заявил, кстати, и на суде, и перед судом в социальных сетях. — Вы знаете, я с вами согласен, я тоже обратил на это внимание. По-моему, на Прима-Медиа был хороший фоторепортаж, и просто это бросилось в глаза. — А многие СМИ вели онлайн, кстати, было, и с интересом люди читали. — Бросилось в глаза, что на этот раз и Андрей Лушников, и Игорь Сергеевич Пушкарев, вот перед началом заседания, они были в очень хорошем настроении. — Как говорится, не то место, не то время, но вот тем не менее. — Хотя, как говорится, они знали, что, как говорит наш коллега-юрист Басманный суд, заранее известно, что, какое принято решение, хотя они знали, что их не выпустят. — Ну, Лушников надеялся, что его выпустят, потому что он отказался знакомиться с материалами дела. — Ну, вот Алексей, как эксперт в области уголовного процесса, говорит, что, ну, здесь можно так рассудить, а можно иначе. То есть, уже, кстати, что важно в суде, уже же закончилось следствие. Это было объявлено, и они знакомятся с материалами дела. — Значит, скоро будет процесс открытый, гласный судебный процесс. — То есть, ничего нового в деле появиться уже не может. Соответственно, вот те обвинения, которые были сформулированы до этого, они фиксируются в таком виде именно... — Новый этап, да. — Алексей Крёцкин, Александр Шемелёв здесь у меня в качестве лучших моих наших экспертов по политическим вопросам. Ну, это правда. И мы снова вернулись к тому, что происходило в Москве. А в Москве происходило заседание Басманного суда. — Мосгор. В этот раз Мосгорсуд. — А, Мосгорсуд. — Да, да. — А, извините, это вы меня сбили. — Это образ уже, да. — Уже не районный суд Москвы, а Мосгорсуд. — Там уже больше года, поэтому суд субъекта продлялся. — И суд по-прежнему оставил под стражей двух наших владивостокцев. Мы говорим о том, что они не сильно опечалились. И это... Вот мне это говорит, как вот простому жителю города, что они уверены в своей правоте. И более того, я даже думаю, что они думают так. Если даже приговор будет обвинительный и с реальным сроком наказания, они думают, что владивостокцы верят, что за этим стоит какая-то политика, либо экономика, но никак не то, что им вменяется. Коррупция. И вот почему я так сейчас об этом уверенно говорю, потому что последние же события тоже в Москве какие, что один из следователей написал в администрацию города Владивостока, и теперь администрация города Владивостока не является пострадавшей стороной от этого экономического якобы преступления. — Да, неожиданность. — Да? Правда ведь странно? — Говорили, что нанес ущерб городу Владивосток, а теперь говорят, нет, ущерба нет. — Ну, здесь на самом деле все очень понятно. Ведь изначально, не совсем по правилам, если человек играет, то ожидать от него, что он будет честным в какой-то момент, наверное, не стоит. — Это вы сейчас исследователи? — Ну, в целом можно проанализировать, да, по поведению следствия, каким не бывает так, что потерпевший сегодня есть, завтра нет. Изначально, ну, давайте вот... — Нет, было два потерпевших, может быть, сейчас остался один. — А следовательно, генерал. — Генерал? — Генерал говорит, что это человек без какого-то опыта или который, не разобравшись с дуру, признал не того потерпевшего, это смешно, да, наверное. Поэтому, безусловно, вот эти манипуляции имеют какую-то иную цель. Не в том, чтобы разобраться в деле, установить истину и так далее. Просто обрубает доступ администрации Владивостока, во-первых, к материалам дела, да, раз не потерпевший, то и нет обязанности знакомить. А во-вторых, право представлять доказательства, заявлять ходатай. Потому что все-таки все эти взаимоотношения экономические проходили, в первую очередь, администрацию Владивостока. Она обладает объективными документами, которые могут рассказать, как было на самом деле. Нужно ее этого возможности лишить. — На самом деле, здесь, если читать СМИ, видно одно. Никто не ожидал, что Пушкарев будет так активно защищаться. Как юридически... Вот посмотрите на других фигурантов похожих дел. Что-то слышно про них? — У них нет сочувствия, значит, да? — Ничего не слышно. — Хорошавин хотел бы защищаться, хотя у него очень тяжелая ситуация. — Ну как тут защищаться? Выберем ли из дома столько всего? — Нет, я хорошо помню, что в тот момент, когда его только задержали, конечно, люди скорее были в недоумении. Но сейчас... — Деньги измерялись кубометрами. В кубометрах, понимаете? Пятитысячных купюр. Кто его будет защищать? И взять дело Пушкарева. Ну, были обыски, досмотры. Он достаточно для своего уровня жизни скромно, можно сказать, живет. Нет золотых ручек, которые там за миллиарды и так далее. Ничего этого нет. Давно бы слили через Live News или еще какой-нибудь канал. — Суть не в этом. Возвращаясь... Тут важно вернуться к делу. Начали-то про важную вещь. — Ущерб. Дело начиналось с космических цифр ущерба. Там 160 миллионов — это разница по ценам. И 800 или 900 миллионов — это образовавшаяся задолженность. Задолженность предприятия простили, сказали, «Бога ради наш подарок городу, только выпустите мэра». По ущербу, судя по всему, там что-то не клеится. — Что его действия лично нанесли ущерб, да? — Что он вообще есть. Не то, что чьи-то действия, его или не его, а что он вообще есть. Там вот сейчас они знакомятся с делом, и чем дальше знакомятся с делом, он тем более активно ведет защитительную свою политику. Он сам пишет в Фейсбуке, говорит, «Чем дальше читаю, тем более абсурдно мне все это кажется». — Ну, он-то в отличие от нас именно читает документы дела. То есть он знает прекрасно ту сторону обвинения, то есть все, что ему предъявят в суде, мы-то уже отражены и позже можем это посмотреть. — Если бы он так активно не публиковал все это в социальных сетях, то мы бы тоже не знали об этом. — На самом деле сейчас по мере ознакомления на его сайте выкладываются именно непосредственно сами материалы. Не пересказ, ничего там мнения. — Это же возможно, да? — Это же не нарушение. — Это возможно, законная процедура. Вот на этой стадии, на стадии ознакомления с материалом дела, их можно придавать глазки, если иное не запрещалось следствием. Оно не запрещалось в данном случае. Соответственно, можно напрямую прочитать и сделать свое мнение каждому человеку. А не так, что пропаганда с одной стороны, пропаганда с другой. Но что касается ущерба, я хочу подробнее остановиться. Ведь действительно, вот его по сути нет. И это самый сложный момент, на мой взгляд. Мне приходилось мнение, дескать, а что ж он такой умный, простил долг только после того, как дело возбудили. Вот здесь я хочу уточнить, да, это не так. До возбуждения уголовного дела, вот пока был прощен долг почти в миллиард рублей группой компании «Стукцемент», они простили этот долг МУПу. Нет этого долга. — МУП по дороге Владивостока. — Да, и некоторые говорят, что... — Это было до задержания мэра или после задержания? — Юридически само прощение было после. Но до задержания имела место ситуация, когда по долгам МУПа истекал срок давности трехлетнее обращение в суд. И «Стукцемент» не обращался в суд, понимая, что нет смысла и желания, и намерения эти деньги получать. Это была чистой воды благотворительность. Если кто-то хотел, ну глупо, согласитесь, совершать преступление с корыстной целью, иметь на руках все документы на взыскание миллионов рублей и не обращаться с ними в суд. В чем тогда смысл моей преступной деятельности, если я жду, пока истечу срок давности? Вот это вот очень важный момент. — Ну и важный момент был такой вот... Я читал онлайн-репортаж на... Не помню, на каком сайте. И там перерыв был большой в суде. И журналисты там, они же все со всеми общаются. Следователи с адвокатами, журналисты и так далее. И они говорят, вот все, кто там собрался в суде в этот день, там родственники, адвокаты, следователи, журналисты, и все вот содержание смысла разговоров, всем понятно, что дело по большому счету шито белыми нитками. Там следователь прячет глаза, адвокаты ухмыляются. Родственники ждут просто возможности посмотреть на своего близкого человека. А журналисты, они же все одни и те же ходят туда на эти процессы. Им уже тоже все понятно. — Журналистам всегда все понятно. Мы прожженные люди. — И еще один момент. Вот разговаривая с людьми, понятно, что власть, особенно в Владивостоке, не особо любят. — Власть не надо любить. — Чем дальше в лес, тем вот у людей... — Есть момент несправедливости, наверное, вот что вас всех задевает. — Чем вот дальше идет это дело, многие люди просто начинают проникаться с уважением к мэру. Говорят, молодец мужик, держится. А он стоит и улыбается в клетке и говорит, а я вот вижу вот так, а я вижу вот так. — В самом деле, я сейчас вспомнил хорошо его некоторую растерянность и даже убитость, когда вот его первый раз показали, да, когда в Москву его отвезли в наручниках за гнездом террориста. Конечно, тогда на него было, мы смотрим, только сочувствие. — Это нормальная реакция любого человека, кроме закончивого криминального деятеля, который привык и всегда ждет, что к нему могут прийти. Обычный человек, он этого не ждет. И, конечно, это обескураживает, естественно. Тем не менее, он год провел под следствием и под арестом, и следствие не смогло ему же доказать, что они его накажут, потому что он виноват. Он остался уверен. — Он не сломлен, и он достаточно, видно, что мотивирован на защиту. — Да, и мне показалось, что, конечно, даже обзоры прессы, то есть все делали небольшие заметки по этому суду, они были скорее сочувственными. Вот нет того, что происходит на процессах над Улюкаевым, либо над Хорошавиным. С Хорошавиным, конечно, для сравнения, это... — Ну, там где-то злорадство у людей, что... Ну, наконец-то... — Они поражены, да, они поражены тем масштабом... — Что творилось за этими закрытыми дверями, да? — Они поражены тем, насколько глава администрации области мог спокойно раскидывать направо и налево миллионы, потому что он считал вправе себе делать. — На поток все было поставлено, в какой-то курилке, сейф, куда люди якобы зайдя по курилке... — В какой-то курилке, а при администрации, при кабинете администрации... — То есть ты вроде как по курить зашел, он сразу денежку туда положил, или наоборот вытащил. Ну, это же вот просто, конечно, возмущает. Конечно, какое сочувствие может быть. — А тут есть такой момент, вот психологи же говорят, иногда человек, вот попадая... Тот же Пушкарев, он был достаточно богатым бизнесменом, когда пошел во власть, да? А попадают люди, не готовые, вдруг на них вот эти соблазны начинают валиться, да? И появляются все вот эти вот явления, проявления, о чем мы с вами в эфире уже говорили. — Человек дрогнул, начал, да, направо-налево нанимать вертолеты. И запивать свои куртки, запивать шампанское море. — А вот Пушкарева тоже шили на последнем суде, что может в Корею улететь на вертолете. Но адвокаты, взялась на воздушный кодекс, сказали, — Ребята, это просто смешно, он его в воздух поднять не сможет. Из-за гранпаспорта у него изъяли. — А есть, подожди, вот хороший момент. Вот я сел в вертолет и говорю, лети в Корею, лети в Китай. — Да не надо смешно. — Я могу границу пересечь? Или меня собьют наши или не наши? — Границу пересечь не сможете. Там, насколько я знаю, даже есть технические проблемы. Ну, модель вертолета, конечно, нужно знать, хватит ли у него топлива или не хватит. Но я очень... — Я запас, я взял еще керосин. — Хорошо, вы еще по карманам распихали. — Меня кто собьет? Наши пограничники или их пограничники? — Вы поймите, вот в Южной Корее с точки зрения готовности к воздушным атакам все очень хорошо. С учетом конфликта с КНДР. Ты там подлететь не успеешь, они собьют, неопознавшись, 2.15. — Ну, это на самом деле формально. — Разыгрываем ситуацию дальше. Я говорю южным корейцам, у меня авария, дайте мне посадку, я несчастный, я сейчас упаду, дайте мне сесть. — Хорошо, приземлился, ты сел. — Я сел, я Пушкарев. — Документов нет. — Оставьте меня здесь, пожалуйста. — Зачем смысл этого побега? — Загранпаспорта нет, ничего нет. — Выдадут обратно. — А вдруг есть? — Запасной загранпаспорт? — Запасной. — На другую фамилию. — Да все изъято. — Ну, абсурдно. — Ну, можно, понимаете, вот в этих предположениях... — Ну, мы-то смеемся, но следственно почему-то это все всерьез предлагается. — Все это достаточно формально. — Это правило игры. — Все понимают, что вот тот следователь, который это пишет, он в душе сам смеется. Судья, получив, смеется. — А он в суде прям смеялся. — А, да, и в суде, кстати. А внешне все играют свои роли. Ты судья, ты прокурор, ты следователь. Надо по ролям, что написано в тексте, озвучить вот эти фразы. — В этой ситуации, на самом деле, остается только ждать. Вот крепиться и ждать, и защищаться. Что он, собственно, и делает, мэр. Он об этом говорит явно. И здесь остается только ждать. Еще пару месяцев ознакомления с делом. Потом прокурор подпишет, и дело поедет в Владивосток. И он поедет в Владивосток, и будем его здесь встречать. — Дело же огромное. Я видел цифру около ста томов. — Около ста. Но надо понимать, что там большая часть — это макулатура. Во-первых, профессионально — это очень большой объем. Просто ходатайство ни о чем. Они не носят доказательства значения. — А сама суд лилой? Что это ознакомиться? — Вся конкурсная документация по всем контрактам. Вот зайдите на сайт госзакупок, возьмите, там будет 40 листов. А ни о чем? Ни о чем. Но они в деле есть для объема. Поэтому по существу на самом-то деле доказательств, как я себе это представляю, очень немного. Ну, допросы работников администрации, МУПа, ну что тут еще доказывать? Все же очевидно, это же не когда кто-то темной ночью пролез в дом и украл какое-то имущество. Тут все производилось, все эти действия были открытыми. — Через аукционы? — Через аукционы, конечно. Пожалуйста, смотрите документации. — И весь спор только о цене. Была ли цена завышена настолько, что это являлось? — Вопрос даже не только о цене, а вопрос о понятиях, что такое завышенная цена при условиях, что, а, эти цены не регулируются государством, соответственно, нельзя говорить, что какой-то есть лимит, а эта цена выше или ниже. И, б, определение цены по резону торгов изначально является не рыночной процедурой. Им на торги не рыночной, а рыночная цена может быть 100 миллионов, а на торгах кто-то пошел на демпинг, за 70 сказал, я построю вам какое-то здание, просто чтобы зарекомендовать себя, какой-то оборот денег через компанию пропустить. Не обязательно там рыночные принципы. То есть рыночная цена на рынке. Вы же посмотрите, как тоже топливо закупают. — Администрация края, у нас на заправке цена 45 рублей, они закупают по 50. — По 52. — Конечно, почему? Потому что контракт заключается на год. Им поставщик топлива говорит, подождите, сегодня 45, концу года 70. — А вдруг выдастся? — А вдруг да. Я беру среднюю, не нравится, до свидания. И все соглашаются. Это практика сложившейся, это нормальная практика. То есть цена, определяемая по торгам, это нужно понимать, она не рыночная. — Алексей, тогда вот серьезный вопрос. — Был же арбитраж. — Да. — Арбитражный суд в Владивостоке сказал, что нарушения нет, цена нормальная. Но арбитражный суд в Хабаровске вернул это дело на пересмотр. — Он вернул. — Пересмотр состоялся? Мы знаем результаты. — Вы знаете, я не отслеживаю, честно говоря, у меня нет информации, не готов сказать. — Я тоже не видел. — Ну, спустили на новое рассмотрение, пока решения нет. — Если решение будет отрицательное, это сильно ударит по делу? — Надо будет смотреть, что в нем будет написано. — Зависит от мотивировки. Вот ведь, понимаете, могут сказать, что незаконно по совершенно каким-то формальным основаниям. Кому-то вовремя письмо не направили или, я не знаю, срок на два дня нарушили. Но это не является коррупционными, да, какими-то вот нарушениями. Надо смотреть, мотивировочную часть описания решения суда. — И если не ошибаюсь, ведь не так давно следствие предъявило новое обвинение нашему мэру в том, что он получил взятку от своего брата, да, за то, что вот поставлял такие невыгодные для города контракты «Восток-Цемен». — Если рассыпается первая часть, что ущерба нет, как может быть обвинение о взятке? Я вот, проясните мне, я понимаю, что в юриспруденции есть разные хитрости. — По моему мнению, по моему мнению, а как мы сегодня говорим, возможно, да? — Да, возможно. — Партия «Единая Россия» — партия больших возможностей. Мы все время говорим «возможно». — Были махинации, возможно, не были. — Это про выборы, так? — Да, уже не про выборы. Значит, почему появился второй эпизод? Ну, конечно, любой человек, который об этом слышит, что брат давал взятку брату, у него кроме вот смеха ничего... — Это сначала, а потом он задумается, скажет, ну, конечно, один брат министра, другой брат подрядчик. — А знаешь, что я подумал? — Все эти семейные дела с прокурором Чайкой. — Один из депутатов Госдумы, представляющий Приморья, Виктория Николаева, вот плакаты висят, что 30 тысяч там каких-то билетов куплено, там рыба, которую покупает фонд ее брата. — Хорошая аналогия, да. — Вот брат сестре оплачивает, по сути, взятка, получается, по логике следствия. — Брат поддерживает сестру, чтобы сестра приобрела хороший политический имидж. — Да суть в том, что вот эти взаимоотношения финансовые между родственниками, ну что такое брат брату, там, я не знаю, в ресторан сходили, поели, оплатил счет брата. — Преподносит, оказал услугу. — Если один из них занимает выборную должность, либо государственную должность, то это может быть. Или через брата тогда дают взятку. — При условии, первое, что это за незаконное действие, либо бездействие. — Тут я об этом и говорю. — Когда, знаете ли, через брата, там, кто-то кому-то дает другому брату взятку, человек со стороны, такие случаи бывают. В главном кодсепчине написано, кому кто может давать взятку. А когда брат брат в рамках внутрисемейных отношений, у них дома по соседству стояли, они через калитку друг к другу ходили на ужин или, там, в воскресенье, да? — Это по-моему, общее поместье. — Это, извините... — Андрей, ведь смотрите, что в меня... в чем взятка? — Не расписано. — Не расписано пока. Но сейчас мы узнаем, когда сделаем ознакомление пройдет. Но ведь то, что вот сейчас известно, вертолет предоставил, яхту предоставил. То есть не мешок денег принес и сказал, это тебе за контракт. А в рамках текущей обычной жизни, семьей на пикник или не семьей, вот мы вместе поедем на вашей машине, и если чиновник вам скажет, бесплатно дает, должен был 7 рублей заплатить. Или сколько сейчас? — Подождите, подождите. Тогда получается вот этот знаменитый полет нашего губернатора на вертолете. — Вот я к этому и хотел вам везти. — Лучше даже туда не заглядывать. — Почему не заглядывать? — Нам еще часа передачи не хватит. — Я видел, где-то читал в СМИ итоги прокурорской проверки, там интересно. — Я хорошо помню, что администрация Края без службы администрации Края сказала, что губернатор всегда за все платит. — Документов никто не видел. — А потом господин Авершин сказал, что это был за его счет. — Да, действительно, Авершин проболтался. — И что тогда? — И был запрос от кого-то из депутатов ЗАГСа, от КПРФ, я не помню фамилию, кто-то видел просто в соцсетях, направлял в прокуратуру конкретно, подождите, он губернатор, госслужащий, нельзя получать не только деньги, но и услуги. На вертолете это услуга, и более того, очень дорогостоящая. Он либо ее платил, тогда, ну ладно, может быть... — Либо это было названо необходимостью какой-то. — Да, покажите документы, никто их не видел. А прокуратура, потупив взор, смотрит вниз и бегает за оппозиционерами в это время. — Слушайте, а может тогда кто-нибудь отчаянный подаст еще раз по этому поводу рассмотреть, не было ли взятки? Это тем более, что люди, которые с ним летали на вертолете, они же все оказались под следствием, и некоторые из них до сих пор еще под стражей. — Абсолютно все под следствием, под стражей, махинации с бюджетными деньгами. И здесь вот это... То есть сперва тебя бесплатно катают на вертолете, потом этих людей не просто за какое-нибудь ДТП смертельное в тюрьму сажают, а за преступления, связанные с провожением бюджетными деньгами. — Совершенно верно. — И бюджет именно краевого уровня. — Алексей, это же государственное преступление. — Вот мы только что с вами его выявили, обязуюсь подать жалобу в органы прокуратуры. — Нет, ну смех смехом, честно говоря, конечно, вот мы можем смеяться, что и в Корею нельзя улететь на вертолете, и что суд наш коллега называет басманным, хотя он всегда справедливый, и даже был он когда-то народным. Но на самом деле вот последнее заседание суда в Москве, оно тоже вот лично для меня было таким очень любопытным, потому что я увидел, что подсудимый не боится. Подсудимый не боится, но он не то чтобы смеется, смеяться над правосудимым тоже нехорошо, но он понимает, что как-то судьба его на каких-то весах взвешена, и он сам, видимо, лично считает, что он невиновен. Это важно. Второй момент. Важно то, что эта его уверенность, как мне кажется, передалась публике. И в городе Владивостоке, ну, я вижу, по публикациям, по отзывам, симпатий к нему больше, чем вот обычного такого вот... И по делам ему надо вообще и хуже, и больше. Хотя много людей, конечно, всегда желают зла нашему ближнему, когда над ним дамоклов меч заносится. И вот сейчас мы просто должны, видимо, подождать, когда истечет и последний срок этого содержания под стражей, и подождать, как пойдет процесс. И, скорее всего, это будет в сентябре. И я уверяю вас, что будем живы, с ним трясения не будет. Мы будем пристально смотреть за тем, как это дело будет развиваться именно уже в ходе открытых и гласных судебных премий. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok